Добрый вечер, коллеги! Давайте, как всегда, перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли слышно, хорошо ли видно. И будем начинать наш сегодняшний день вебинар, который проводит моя коллега Кира Юхтенко. Вебинар, посвященный одной из самых интересных торговых стратегий, ну, точнее, инструментов, которые используются в торговле, это уровни Fibonacci. Я, как всегда, по традиции скажу несколько слов перед началом и далее уже передам слово «Пире». Перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с определенной долей рисков, и не стоит переходить к работе на реальном цвету, пока вы с этим риском не ознакомились. И вся информация, которая дается в рамках данного вебинара, проводится только для вашего обучения, для образования, и может являться прямой рекомендацией к действию. Коллеги, вот я хотел вам задать вопрос. Я вижу у нас достаточно много, большое количество участников, вижу много имена. Обозначьте, пожалуйста, себя, те, кто пришел впервые, поставьте фитру один на вебинары, которые проводит компания Admiral Markets. Потренируемся заодно пользоваться чатом, так как вы сможете сегодня задавать также вопросы в ходе данного вебинара, и Кира на них будет также отвечать. Технический момент, в правом нижнем углу есть надпись «Видите сообщение», то есть там вы набираете ваше сообщение, нажимаете «Enter», и мы его, соответственно, видим. Кнопки отдельно отправить ее нет. То есть вот таким образом это работает. Отлично, да, я вижу, что есть новые участники. Прекрасно, перед началом также расскажу несколько слов о компании Admiral Markets. Компания Admiral Markets является Forex и CFD брокером. Мы предоставляем услуги по торговле не только валютными парами, но это и CFD на индексы, акции, золото, серебро, нефти, и не так давно мы делили также в нашу торговлю и криптовалюты. Поэтому Admiral Markets для вас может стать также и надежным партнером в вашем опыте на трейдинге непосредственно. То, что мы с чего начали, да, это предупреждение о рисках, и один из важных аспектов рисков, которые могут возникать, это выбор надежного партнера. Важно, когда вы выбираете для себя брокера, обращаясь на ряд основополагающих моментов, да, одним из них является это наличие лицензии. А вот Лариса пишет, что звука нет. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс, если звук есть, да, погромче, я попробую сделать, да, чуть погромче, попробуйте отрегулировать так же у себя, потому что у меня микрофон будет чуть тише. Я его подниму. Одну минуту. Раз, 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 проверка звука. Вот Владимир тоже пишет, что звука нет. Так, раз, раз. Да, ну я вижу, что плюсики есть, да, все отлично. Так вот, значит, остановились мы на том, что компания Admiral Market может стать для вас как раз надежным партнером, потому что один из рисков, которые есть в трейдинге, это риск непосредственно партнерства. Обращайте внимание при выборе брокера на наличие лицензии. Компания Admiral Market в свою очередь обладает лицензией FCA, это регулятор Великобритании. И в том случае, если по каким-то обстоятельствам компания не сможет отвечать по своим обязательствам, то из специального фонда вам будет выплачена сумма до 50 тысяч фунтов сервинга. То есть вы можете быть уверены, что данная сумма защищена от, так скажем, неторговых рисков. Помимо этого, компания Admiral Market выпустила обновление для Метатрейдера 5, Метатрейдера 4, который называется Supreme Edition, в котором расширяются стандартные функции Метатрейдера. Большое количество удобных нововведений. Ссылку после того, как я закончу, приложу в чат, выяснить, можете ознакомиться. Помимо этого, настройки защиты от волатильности. Это уникальная разработка, которая также позволяет минимизировать риск при повышенной волатильности. То есть в том случае, если вы работаете, к примеру, на новостях, и у вас периодически появляется проскальзывание, то есть мы все с вами знаем, что проскальзывание – это рыночная ситуация. То есть когда цена меняется очень быстро, не всегда есть возможность исполнить ваш ордер по той цене, которую вы устанавливаете. Особенно это актуально для ордеров типа стоп, бай стоп и сел стоп. Так вот, защита от волатильности позволяет как раз минимизировать этот риск. У нас очень подробно расписана информация, как им пользоваться, и я также туда ссылку приложу. Ну и важно отметить то, что пока вот по последним данным, которые мы получили в начале 70-го года, то есть компания AdnoMarket является 15-м форест-брокером по объему на 4-й квартал 2016 года. Пока мы ждем обновленных данных, чтобы я смог также это обновить в наших следующих презентациях, но вы здесь также можете быть уверены, что компания AdnoMarket является одним из мировых лидеров по предоставлению брокерских услуг. Итак, коллеги, я готов передать слово Кире. Кира, выходите в эфир и будем переходить уже непосредственно к нашему сегодняшнему вебинару. Коллеги, приветствую вас и... Роман, большое спасибо за ваше предисловие. И, друзья, отпишитесь, пожалуйста, если звук есть. Вот Роман плюсик поставил, предполагаю, что это позитивный сигнал. Вениамин тоже плюсик поставил. Все, замечательно. Звук есть, картинка есть. Все хорошо, замечательно. Благодарю вас. Отлично, друзья, хорошо. Все супер, замечательно. Замечательно. Друзья, рада приветствовать вас сегодня здесь. Мне очень приятно, что нас так много в чате. Если вы уже были с нами на предыдущих мероприятиях, то я думаю, что вы знакомы, скорее всего, и со мной, и с той программой, которую мы проходим. Но если для вас это пока еще только первая встреча, то я напомню, меня зовут Кира Юхтенко, я главный редактор проекта InvestFuture, и я очень рада, что в партнерстве с компанией Admiral Markets мы можем предложить для вас такой вот достаточно полный курс по основам технического анализа. Сегодня у нас пятое занятие. Далее по ходу курса мы будем добавлять также и другие темы, которые мы в самое ближайшее время для вас анонсируем. Ну, а сегодня, друзья, мы с вами обсуждаем тему очень востребованную, тему, которая зачастую начинающих трейдеров может испугать своей кажущейся сложностью, но, тем не менее, сегодня я попытаюсь вам объяснить, что ничего сложного здесь нет, и как раз наоборот, инструменты Fibonacci для начинающих трейдеров могут принести едва ли даже не большую пользу, по крайней мере, не меньшую, чем для трейдеров опытных. Здесь нет совсем ничего сложного, когда заговаривают у Fibonacci, как правило, вспоминают математику, временные ряды, числовые ряды, вернее, прошу прощения. Но мы с вами сегодня в математике слишком глубоко купаться не будем, хотя общие принципы обязательно обсудим. Итак, друзья, если все у нас хорошо с нашей технической программой, то я думаю, что мы можем потихонечку приступать уже к основной теме нашего сегодняшнего разговора. Сьюпор Позитив, пишет Виталий. Замечательно, хорошо. Друзья, буквально вот одну секундочку, сейчас я закончу маленький технический момент. Сьюпор Позитив, пишет Виталий. Отлично, все, я готова. Поехали. Переключаю слайд, и мы начинаем разговор. Друзья, для начала, для того, чтобы не пугать вас слишком большим количеством слов, я покажу вам, как выглядит самый популярный инструмент из серии Фибоначчи на графике, для того, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, и, собственно, зачем мы все это обсуждаем. Итак, вообще, инструменты Фибоначчи это большая группа. Сегодня мы с вами сделаем фокус на одном из них, самым популярным, на мой взгляд, самым полезным для того, чтобы определять уровни поддержки и сопротивления. Это так называемая сетка Фибоначчи или по-другому, еще она называется линии Фибоначчи или уровни Фибоначчи. В общем, называем как угодно, смысл для нас от этого никаким образом не изменяется. Итак, друзья, вы видите, что у нас на график натянута вот такая вот сетка, которая показывает нам определенные уровни. И информацией, которую нам эти уровни предоставляют, мы можем распоряжаться уже по своему усмотрению. Это вот такое вот общее представление. Чуть-чуть подробнее мы будем говорить об этом, обо всем по ходу нашего занятия. Давайте разбираться потихонечку. Итак, почему Фибоначчи, почему уровни? Ну, во-первых, Фибоначчи это фамилия европейского математика, который в только не в 18 веке он жил, а раньше, у меня тут опечатка закралась, ну, в общем, это не очень принципиально для нас сейчас. Жил в Италии в средневековые времена и был одним из таких вот самых ярких европейских деятелей науки. Проживал он в городе Пиза, поэтому второй его, да, совершенно верно, 13 век, да, у меня, видите, опечатка. Он в городе вот это вот именно там, где у нас стоит опасно наклоненная башня, которая все наклоняется, наклоняется, никак не хочет падать. Леонардо Фибоначчи, Фи означает сын, то есть фактически Леонардо, сын Боначчи. Все достаточно просто, если немножечко посмотреть. И вот в процессе своих научных изысканий господин Фибоначчи обнаружил числовую последовательность, которая является бесконечной прогрессией. Вы видите ее на слайде, и в этой последовательности каждое следующее число представляет собой сумму двух предыдущих. 1, 1, 2, 3, 5, то есть, 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8, и так далее по нарастающей. Она абсолютно бесконечна. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Интересно, во-первых, то, что эта последовательность, ну, в общем-то, бесконечна. И интересно здесь еще и то, как числа, стоящие в этой последовательности, соотносятся между собой. Например, если мы возьмем два соседних числа из этой последовательности и рассчитаем отношение меньшего числа, то есть, первого, да, в последовательности к большему, то всегда мы получим фиксированную пропорцию 0,618 тысячных. Например, если мы число, ну, допустим, число 34 из этой последовательности разделим на следующее число, 55, то получим 0,618 тысячных. Кроме того, если, например, любое число из этой последовательности разделить на число, которое стоит через 1 от него, то мы получим здесь соотношение 0,382 тысячных. И вот таких вот разнообразных закономерностей вот в этом, в этом числовом ряду закопано очень большое количество. Именно поэтому, в общем-то, числа Фибоначчи и стали такими интересными. На основе чисел Фибоначчи во многом построена работа известного всем нам художника, инженера, исследователя Леонардо да Винчи, тоже Леонардо, тоже итальянец. И именно числа Фибоначчи лежат в основе так называемого золотого сечения известного, которое, в общем-то, считается вот таким вот основным одним из центральных мест в работе, работах Леонардо да Винчи. Золотое сечение, кстати, мы встречаем не только в искусстве, но и очень часто мы можем с ним столкнуться в нашей совершенно реальной обычной жизни. Ну вот из таких самых популярных примеров это, например, раковина улитки, которая вот разворачивается именно в соответствии с закономерностями Фибоначчи. Вот вы видите, как раз на портрете Фибоначчи сзади расположена раковина улитки. Кроме того, ну, собственно, тело человека, если мы посмотрим на лицо человека и если там соблюдаются там в определенной логике законы последовательности чисел Фибоначчи, то это лицо нам кажется красивым, потому что оно кажется нам гармоничным, пропорциональным. Да и вообще много всяких моментов. Вот, например, просто если мы выйдем на улицу и посмотрим на дерево и попробуем посчитать ветки на дереве, то увидим, что по мере того, как увеличивается радиус кроны дерева, число веток возрастает именно по правилу золотого сечения, то есть согласно последовательности Фибоначчи. В общем, это не только какие-то теоретические вещи, я вам это рассказываю для того, чтобы вы понимали, что работы Леонардо Фибоначчи действительно очень важны и вообще с точки зрения науки развития человечества, но и в трейдинге также они нашли свое непосредственное применение. Сегодня мы, конечно, будем знакомиться именно с тем, как логика Фибоначчи применяется в трейдинге. Итак, Сергей пишет, по лицу человека можно рассчитать срок жизни человека на земле в основе расчетов эти соотношения. Интересно, такой теории я не слышала. Итак, мы с вами, друзья, видели, что, вернусь на предыдущий слайд, мы видели с вами, что если мы работаем с числами и с последовательностью Фибоначчи, то мы получаем определенные отношения. Вот, например, 618 тысячных, 382 тысячных и так далее. Если мы переводим вот эту десятичную дробь в процент, то мы получаем как раз-таки те самые уровни коррекции Фибоначчи, которые мы применяем в трейдинге. Это как раз вот та процентовка, которую вы сейчас видите перед собой на слайде. Вопрос вот вижу в части, в каком разделе науки вы встречали уровни Фибоначчи. Друзья, давайте потом вопросы с вами обсудим уже после того, как мы завершим основную программу. Я забыла сегодня вначале предупредить об этом, чтобы мы не сбивались с течения рассказа. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы их можете либо записывать в собственно графе вопроса, либо держать в голове, если вам так удобней. Итак, ключевые уровни Фибоначчи. Ну, на самом деле их 5. Это 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 76,4. Это вот 5 таких наиболее важных уровней Фибоначчи. самыми сильными из них считаются те 3, которые вы видите сейчас на графике. 38,2, 50 и 61,8. Не пугайтесь, если вы пока чего-то не поняли, не поняли, как это все относится к нашему трейдингу, принятию решений. Сейчас мы все подробно с вами посмотрим. Но момент, который можно сразу для себя уяснить. Дело в том, что, как мы знаем, у нас рынок торгуется в трендах. О трендах мы с вами говорили достаточно много. Мы начали о трендах мы говорили достаточно много. Говорили, начиная с нашего первого вебинара, когда мы с вами изучали японские свечи, мы именно на этом занятии обсуждали, как мы можем определить тренд, по каким основным характеристикам. Поэтому, если вы хотите эту тему для себя восстановить, то можете вернуться в архив вебинаров, ссылку на который чуть-чуть ранее в нашем чате вам скидывал Роман. Кроме того, на вебинаре номер 3 мы изучали трендовые индикаторы. Это тоже может быть вам интересно, если вот этот момент вы для себя пропустили. Это индикаторы, которые позволяют нам не пропустить начало тренда, измерить силу тренда и также вовремя понять, что тренд завершается. Это я все говорю к тому, чтобы у вас складывалась такая более общая картина из всего того, что мы с вами на занятиях обсуждаем. Ну и вернемся к трендам. Тренды не могут длиться вечно. Цена не может вечно расти и рисовать постоянно растущие максимумы и минимумы, по тому, потому как цене в какой-то момент требуется коррекция, передышка. У нас есть на рынке покупатели, есть на рынке продавцы и в какой-то момент импульс, который двигал цену по зеленому направлению, так или иначе завершается и движущая сила на рынке берет небольшую передышку, чтобы обдумать свой дальнейший план действий, если говорить человеческим языком. И вот именно здесь, когда мы увидели, что тренд выдохся и рынок пошел на коррекцию, пошел на откат, так называемый, от основного тренда, то есть торговались мы торговались по тренду, потом мы видим, что достаточно продолжительное время цена начинает у нас двигаться против тренда в противоположном направлении, например, мы росли, потом началось какое-то заметное существенное снижение. И в этой ситуации нам с вами могут быть очень полезными уровни Фибоначчи, сетка Фибоначчи, которую мы натянем на цену и, соответственно, сможем определить цели по коррекции или подсвердить разворот тренда. Как построить сетку Фибоначчи? Здесь несколько рекомендаций, они прописаны у вас на слайде, поэтому, если в какой-то момент вы забудете, как это делать, то сможете обратиться к записи нашего вебинара и, соответственно, посмотреть на этот слайд и восстановить моменты. Итак, если у нас тренд бычий, то есть растущий, мы находим по тренду недавний максимум и недавний минимум, тянем сетку вверх от минимума к максимуму. Это важно именно от минимума к максимуму. Далее мы начинаем отсчет уровней от нуля до сотни сверху вниз. На медвежьем тренде мы делаем все ровным счетом наоборот. Мы находим недавний максимум и минимум, также тянем сетку вниз и отсчет уровней начинается у нас снизу вверх. Чтобы вас не пугать, не путать этими словесными объяснениями, мы с вами перейдем давайте прямо сейчас на демонстрацию экрана. Я очень надеюсь, что на этот раз у нас с этим никаких сложностей не возникнет. Друзья, буквально секунду, сейчас я подключу демонстрацию экрана и мы с вами вверх. Продолжение следует... Продолжение следует... и мы с вами все поймем. Так, друзья, прошу у вас плюсик, если вам видно терминал. Супер, Роман, спасибо, все хорошо, замечательно. Итак, друзья, перед вами сейчас дневной график по паре австралийский доллар и американский доллар, но фактически не так важно, какой инструмент. Да, спасибо, спасибо, друзья, поняла, все замечательно, видно, слышно. Не так важно график, какого инструмента мы используем, важно то, как мы применяем по отношению к нему инструменты Fibonacci. Итак, давайте разбираться. Друзья, для того, чтобы добавить индикатор уровня Fibonacci на график, мы с вами в меню вставка выбираем категорию Fibonacci и выбираем линии. Далее, друзья, слева направо, то есть, нет, давайте немножечко вернемся назад и посмотрим. Посмотрим на то, что происходило у нас на дневном графике австралийский доллар, американский доллар в последнее время. С весны 2017 года до конца лета 2017 года у нас по паре наблюдался уверенный восходящий тренд. Давайте мы, для того, чтобы в этом удостовериться и четко понять, как выглядел наш тренд, мы построим вот такую аккуратненькую трендовую линию. Как вы помните, когда у нас тренд растущий, для нас принципиальное значение имеет именно трендовая линия, которая находится под ценой. Именно от нее мы атакиваемся и именно она дает нам сигнал о продолжении или развороте тренда. Для того, чтобы было удобнее с ней работать, я хотела бы сделать ее несколько посветлее и давайте сделаем ее пунктирной, просто для наглядности. Мы натянули трендовую линию, построили ее по нашим растущим минимумам, то есть мы видим минимум один, минимум два, этого уже фактически достаточно для того, чтобы выстраивать трендовую линию. Мы прошлись по этим точкам, видим, что здесь тренд действительно несколько раз уже тестировал трендовую линию, но не мог ее пробить до определенного момента. Затем, исходя из основных характеристик тренда, мы с вами увидели, что у нас здесь была серия растущих максимумов один, два, а, кстати, надеюсь, что вы видите мою мышку, поставьте плюсик, мышку видно, чтобы я могла на графике показывать. Ага, все отлично, замечательно. Итак, вот это у нас были растущие минимумы один, два, три, четыре, пять, и вот это у нас растущие максимумы один, два, три, четыре, пять. Все хорошо, здесь у нас действительно был уверенный, сильный растущий тренд, это было связано, если оглядываться на фундаментальные факторы, это было связано с общим негативом по отношению к американскому доллару, который вообще на всех мировых площадках царил, в том числе это распространялось также и на австралийский доллар, то есть, соответственно, на фоне слабости американского доллара австралийский доллар смог, как вы видите, заметно укрепиться. Что произошло затем? После того, как у нас сформировался вот этот пятый максимум в июле 2017 года, следующий максимум у нас также был, но посмотрите внимательно, он расположился практически на том же самом уровне, на котором располагался и пятый максимум, и вот этот вот небольшой перепад между этими двумя максимумами говорит нам о том, что тренд постепенно теряет обороты, то есть, посмотрите, какой резкий рост у нас был здесь, и что у нас происходит здесь, здесь уже есть некая попытка сформировать вершину. это пока к уровню Фибоначчи, друзья, не относится, это мы с вами пока просто анализируем силу тренда и пытаемся вот интуитивно почувствовать, что же с рынком в этот момент времени происходило. Кроме того, друзья, если мы с вами вспомним свечной анализ, то здесь мы можем вполне успешно применить те модели японских свечей, которые мы с вами изучали на занятии номер один. Давайте тоже это вспомним. Смотрите, вот, например, здесь, в тот момент, когда тренд только зарождался, у нас появилась одна достаточно распространенная свечная модель, кто знает, пишите в чате. Кроме того, та же свечная модель у нас появилась и вот здесь, когда мы формировали очередной локальный минимум. поглощение, все верно, молодцы, спасибо. Вот здесь, вот когда мы рисовали локальный максимум, у нас нарисовалась свеча, напоминающая нам дожи с длинными тенями, что говорит о том, что рынок находится в состоянии неопределенности и сомневается в том, что ему имеет смысл продолжать движение в выбранном направлении. Ну и посмотрите, вот, например, здесь, на нашем самом большом пике также мы видим свечу с длинной тенью и очень маленьким телом. Это я просто вам показываю, как на графике тренда мы можем использовать те знания по свечным моделям, которые мы уже получили на наших предыдущих занятиях. Если что-то пропустили, возвращайтесь назад и восстанавливайте у себя в памяти как работают японские свечи и свечные модели. Звук пропадает только у Богдана или кто-то еще с такой проблемой сталкивается, друзья? Отпишитесь, пожалуйста. Итак, мы с вами пока говорим о том, что у нас был звук, есть, говорят. Хорошо, хорошо, Богдан, тогда проверяйте. Скорее всего, что-то у вас может быть со связью. Итак, мы с вами увидели ситуацию с трендом. Мы с вами также увидели, что после того, как у нас здесь вот эта свеча мощная нарисовалась, модель у нас подтвердилась, после того, как пропинание, это у меня, или не очень понимаю, что такое пропинание, после того, как у нас вот здесь нарисовалась свеча с намеком на возможный разворот или коррекцию, мы дождались ее подтверждения. Напомню, что для этого нам нужно закрыться ниже цены открытия предыдущей зеленой свечи и дальше мы начали уже тестировать трендовую линию. Мы ее первый раз пробили, как мы помним, для того, чтобы трендовую линию с уверенностью пробить. Если звук прерывается, хорошо, давайте я попробую тогда раз-раз. Друзья, стало ли лучше вот так? Отпишитесь, пожалуйста, есть ли у нас прогресс по звуку? Так, у меня программы, которые съедают трафик, точно нет. Так, вы можете сказать, что Раз-раз. Раз-раз. Так, друзья, все нормально, все хорошо слышно. Все, супер, тогда продолжаем, не тормозим. График, я надеюсь, что вам видно. И схожу из того, что график вам видно, замечательно, все, супер, продолжаем. Итак, и давайте напомню, да, как мы определили, что тренд демонстрирует нам попытку коррекции. Мы увидели, что тренд был пробит, затем последовал классический откат. Мы протестировали тренд наверх, то есть уже теперь в качестве сопротивления, а затем продолжили движение вниз. Я вам напомню, для того, чтобы говорить о том, что тренд собирается перейти в более глубокую фазу коррекции или, может быть, даже разворота, нам необходимо закрыться после пробоя тренда, отката и нового нисходящего импульса, нам необходимо увидеть японскую свечу, которая закрылась ниже нашего локального минимума. Вот он перед нами на графике. Таким образом, друзья, для чего мы вот этот весь анализ графика сейчас проводим? Для того, чтобы понять, что у нас действительно есть основания для того, чтобы говорить о том, что тренд собирается совершать глубокую коррекцию или разворот. То есть у нас, например, и вот здесь по тренду тоже происходили небольшие коррекции, но они не глубокие. Вот здесь была коррекция, но тем не менее мы оставались все-таки выше трендовой поддержки вот здесь. Поэтому эти движения мы не считали критическим. После того, как мы трендовую поддержку пробили, ситуация изменилась, мы начинаем уже по другим принципам анализировать график. И вот здесь, друзья, нам становится интересно воспользоваться инструментами Fibonacci именно для того, чтобы посмотреть, насколько глубокая та коррекция, которая сейчас на рынке происходит. Итак, мы заходим еще раз в раздел панели инструментов «Вставка», выбираем индикаторы Fibonacci и выбираем линии Fibonacci. Это именно тот инструмент, с которым мы работаем. Дальше, друзья, слева направо, от самой нижней точки тренда до самой верхней точки тренда мы натягиваем уровни Fibonacci. Зажали в самой нижней точке тренда и потянули наверх. Вот они, наши уровни Fibonacci. Вот они построились. Вы видите, красная линия соединяет самую нижнюю точку тренда и самую высокую точку тренда. Уровни Fibonacci, как правило, мы строим по теням, то есть не по телам японских свечей, а по теням. Друзья, вы также, напомню, также вы можете строить уровни Fibonacci и, например, на линейном графике. Вот посмотрите, сейчас я переключила тип графика, здесь все те же самые уровни Fibonacci у нас остаются. Но, на мой взгляд, все-таки с японскими свечами работать намного удобнее и комфортнее, потому как они предоставляют нам значительно больше информации для того, чтобы делать выводы о рынке. Итак, у нас построены уровни Fibonacci. Что мы видим? Мы видим, что у нас натянулась такая вот сетка, состоящая из целой череды сиреневых уровней. На пике у нас располагается 0% Fibonacci, далее 23,6, 38,2, 50, 61,8. Здесь еще мог бы быть уровень 76,4, но он у меня сейчас просто не настроен. И, соответственно, 100% это совпадает у нас уровень с нашей точкой зарождения тренда. То есть, фактически, друзья, если говорить простым, понятным языком, безо всяких изысков, то уровни Fibonacci показывают нам, сколько процентов цена уже откорректировала от предыдущего тренда. То есть, от вот этого вот растущего тренда, сколько процентов мы уже отыграли. В чем для нас с вами может быть смысл уровней Fibonacci? Это в том, что они выступают банально в роли поддержки и сопротивления для рынка. То есть, посмотрите, 23,6, на мой взгляд, уровень все-таки не настолько критичный, хотя мы видим, что здесь, вот даже здесь мы на него реагировали. Ну, смотрите, дальше мы пробили трендовую линию, вот здесь мы все подтвердили, пошли ниже и дошли до уровня 38,2% Fibonacci. Посмотрите внимательно. Вот именно здесь, чуть-чуть приближу, вот именно здесь, в районе отметки 38,2% снижение замедлилось, и мы увидели откат от уровня Fibonacci. После небольшой коррекции продавцы все-таки собрались с силами и сформировали мощную красную свечу, прорвали этот уровень Fibonacci вниз. Далее, посмотрите, мы дошли до 50% Fibonacci, вот оно. Мы дошли до 50% Fibonacci и от нее все-таки отбились. Пошли на коррекцию, вернулись снова на 38,2%, но посмотрите, здесь этот уровень не сработал, не выступил в роли сопротивления теперь уже. Мы его достаточно смело пробили, посидели на нем, снова пробили. И мы видим, что на этот раз, после вот этого вот зигзага в рамках вот этого нашего нового нисходящего тренда, да, я говорю вот об этом отрезке, мы все-таки пробили 50% Fibonacci, идем вниз. И следующий важный уровень внизу, исходя из разметки Fibonacci, для нас располагается на отметке 0,7630 теперь. И, учитывая тот факт, что мы так бесстрашно пытаемся пройти отметку 50%, ну, вполне вероятно, что и до отметки вот этой мы достаточно быстро дойдем. Правда, я вам, друзья, напомню, что с японскими свечами нужно быть очень осторожными, потому как вот эта последняя... Вот эта последняя свеча пока еще является незакрытой. Это дневной график. Эта свеча как раз содержит информацию о том, как меняется цена сегодня в течение дня. Но мы понимаем, что день у нас пока еще не закончен, поэтому на самом деле ситуация еще может измениться. И мы можем даже вполне откатиться наверх и закрыться где-то вот здесь. Таким образом 50% Fibonacci выступит в роли сильного уровня в очередной раз. Поэтому будем осторожны с незакрытыми свечами. Это еще пока не сигнал, это только намек. Вот. Соответственно, друзья, у нас построены уровни Fibonacci уже на графике. Мы можем переключаться по графикам. То есть, например, мы теперь переключились на недельный график, и здесь у нас, в общем-то, те же самые уровни Fibonacci сохраняются, да, то есть ничего не надо перенастраивать. И мы можем посмотреть это в меньшем масштабе. Друзья, мы также можем зайти в настройки. Для этого мы выделяем наши уровни Fibonacci, нажимаем на красную линию и выбираем свойства Fibonacci. Переходим в свойства, и здесь мы можем поработать с настройками. В первом окошке у нас настройки самой трендовой линии Fibonacci, которая у нас проходит от минимума к максимуму. Можем поменять ее цвет по нашему желанию, можем поменять ее также размер, толщину. Дальше на следующей вкладке у нас располагаются уровни Fibonacci. И здесь мы также можем добавлять разные другие уровни по нашему желанию. Для этого нажимаем кнопку «Добавить», и здесь уже, соответственно, можем развлекаться. Так, у нас есть подозрительный человек в чате. Если вам тема неинтересна, то вы, пожалуйста, можете заняться чем-то более полезным для себя. Если тема вам все-таки в какой-то степени полезна, то, пожалуйста, не отвлекайте меня и других наших слушателей. Спасибо заранее. Кроме того, друзья, у нас в настройках уровня Fibonacci есть полезная кнопочка «Отображение». Мы можем либо поставить галочку, чтобы показывать индикатор на всех таймфреймах, либо же выбрать только те таймфреймы, на которых мы хотим вот эти уровни Fibonacci видеть, для того, чтобы это нам не мешало спокойно анализировать рынок с разными целями. То есть, чтобы мы могли посмотреть на то, что происходит в долгосроке, и что происходит у нас в среднесроке и краткосроке. Но я оставляю, как правило, показывать на всех таймфреймах. Вот так вот выглядит применение сетки Fibonacci на растущем тренде. Вы видите, что все совсем несложно. Никакой глубокой математики нам здесь не требуется. Нужно просто научиться добавлять эти уровни на график и, соответственно, с ними работать. Кроме того, друзья, посмотрите, вот здесь у нас также есть дополнительные уровни, которые автоматически добавляются, это так называемые уровни расширения Fibonacci. Это дополнительные пропорции, которые уже выходят за пределы нашего тренда, прошедшего. 161,8 и там другие уровни также могут быть добавлены. Но я бы вам не рекомендовала пока себя путать в начале, я бы рекомендовала все-таки пока начинать работать именно с сеткой Fibonacci, дальше уже постепенно подключать другие инструменты. Друзья, еще один момент, который мы сейчас с вами рассмотрим, это как работать с инструментами Fibonacci на нисходящем графике. Абсолютно ничего сложного здесь. Нет, все абсолютно зеркально, но давайте для этого перейдем на другой график, который нам позволит построить инструменты Fibonacci на нисходящем тренде. Для этого я предлагаю взять всеми любимую пару американский доллар, российский рубль. По ней, как всегда, много вопросов. И давайте посмотрим, какие нам здесь ответы, предположения выдают инструменты Fibonacci. Возможно, кому-то из вас это будет полезно. Итак, друзья, здесь у нас тоже наблюдалась ситуация очень похожая. Позже, как я говорила, доллар этой весной слабел на всех мировых площадках, в том числе и российский рубль по отношению к доллару, также достаточно заметно укрепился, начиная с середины лета и заканчивая сентябрем 2017 года. Здесь у нас был уверенный нисходящий тренд. Когда мы работаем с нисходящим трендом, для того, чтобы его точно определить, мы строим всегда линию сопротивления. Именно она является для нас в этой ситуации ключевой. Мы можем также добавить и линию поддержки, но я говорю именно о той линии, которая является ключевой для определения тренда. Посмотрите, пробили мы линию сопротивления. Если мы там немножко приблизим, то можно будет построить ее немного ровнее, но сейчас, в принципе, это не является нашей основной задачей, но можно так чуть-чуть подровнять. Мы пробили линию сопротивления не с первого раза, были откаты, затем, казалось бы, попытались мы пойти на разворот, но мы видим, что не так-то просто все оказалось для американского доллара, в какой-то момент он застопрился. Давайте попробуем понять, почему это произошло. Мы выбираем инструменты Fibonacci, Метатрейдер нам подсовывает те индикаторы, которые мы использовали в конце, и мы снова начинаем натягивать сетку Fibonacci слева направо, от максимума к минимуму. При этом обязательно захватывая тени, захватывая верхнюю тень в начале тренда и захватывая нижнюю тень в конце тренда. Построились у нас вот такие симпатичные уровни Fibonacci. И смотрите, что мы видим. Мы видим, что пара доллар-рубль в первый раз встретила сопротивление на отметке 38,2% Fibonacci. То есть мы скорректировались на 38,2%, восстановились на 38,2%, но затем здесь застопорились и пошли в откат. Мы скорректировались. В очередной раз мы встретили сопротивление на отметке 38,2% Fibonacci. Видите, была попытка роста, но на дневном графике японская свеча не пожелала закрепиться выше отметки 38,2%, ушла ниже. И в третий раз, посмотрите, снова все то же самое. Мы не смогли. Мы пытались даже гэпануть здесь. То есть был покупательный импульс, но уровень 38,2% Fibonacci для рынка пока остается очень важным и серьезным. Затем последовал откат достаточно сильный. И сейчас мы толкаемся в отметке 23,6%. Пока мы ее не преодолели. Когда мы ее преодолеем, это будет говорить о том, что снова у нас цель появляется на отметке 38,2%. И это будет наш следующий барьер, который рынку будет необходимо взять. Получится это или нет, это пока вопрос открытый. Но, тем не менее, важность этого уровня мы видим уже три раза была подтверждена на практике, поведении игроков. После отметки 38,2% в фокус выйдет отметка 50%. Я думаю, что это все-таки произойдет. У меня есть предположение, что, скорее всего, в ноябре-декабре мы увидим постепенный возврат рынка к отметке 59, по крайней мере, возможно, даже несколько выше. Я не говорю о драматическом росте курса американского доллара, ни в коем случае не говорю ни о какой девальвации. Тем более, что все-таки у нас впереди март 2018 года, который, в общем-то, для всей российской экономики может считаться достаточно символичным, так как это выборы, это большое важное федеральное событие. И я полагаю, что в ожидании вот этого события все-таки курс рубля останется достаточно стабильным. Что будет дальше, пока не хотелось бы загадывать, будем наблюдать. Но, тем не менее, в краткосрочной перспективе ноябрь-декабрь небольшое укрепление доллара, вероятно, но не слишком мощное. Поэтому здесь как раз нам на помощь приходят уровни Фибоначчи. Мы видим, что отметка 50% Фибоначчи. Давайте посмотрим, сколько это у нас. Это 58,7. Кроме того, посмотрите, именно с этими уровнями у нас также совпадают наши локальные минимумы. Это июль... Это июль 2017 года. Поэтому вот этот уровень, на самом деле, для нас будет достаточно серьезным. И, на мой взгляд, на осень-начало зимы вот именно отметку 58,7 по доллару-рублю стоило бы рассматривать в качестве ключевого сопротивления. Вот. При этом, друзья, мы можем мы можем уровни Фибоначчи использовать на одном и том же графике по-разному. То есть сейчас мы с вами поработали вот с нисходящим трендом, который формируется. Но мы также можем перейти, например, на месячный график и посмотреть ситуацию здесь. Посмотрите, вот, например, у нас был вот такой уверенный растущий тренд, и мы также можем натянуть на него сетку Фибоначчи. Увидим, что мы скорректировали 61,8%, затем отскочили. По мере того, как рынок начал изменяться и когда мы уже начали возвращаться выше отметки 23,6, да, то есть мы вот эту сетку натянули, когда мы были, ну, вот, примерно вот в этом диапазоне, когда пошла коррекция, мы натянули вот такую сетку. Затем, когда мы поняли, что рынок снова пошел в рост, и, похоже, это, в общем-то, новая волна роста, мы уровни Фибоначчи можем перестроить уже по нашему новому пику, когда он сформировался. И уже мы можем получить вот такую картину. Мы здесь видим, что, ну, если смотреть вот с такой более долгосрочной точки зрения, то с того момента, когда мы рванули наверх в 2014 году по всей вот этой вот геополитической истории и вплоть до нашего максимального уровня на отметке 86, затем мы достаточно неплохо отыгрались, на самом деле, несмотря на весь пессимизм относительно, там, российского рубля и так далее, но в целом, действительно, политика Банка России позволила стабилизировать в какой-то мере курс российского рубля. Да, мы сейчас не обсуждаем то, как это влияет на российскую экономику, там, бизнес и так далее, потому что кредиты, конечно, стали намного менее выгодными в связи с тем, что ставка у нас находится на высоких уровнях, но, тем не менее, курс рубля достаточно неплохо себя чувствует относительно. И, смотрите, уже вот 50% мы отыграли, вернулись к отметке 50 и пока вот находимся ниже этого уровня. Поэтому с такой точки зрения нам это тоже интересно. И, посмотрите, это отметка 59,50. Уровни Фибоначчи не дают нам какой-то очень точной картины, которая указывает нам непосредственным образом на сигналы к действию, особенно если это график долгосрочный. Но, тем не менее, уровни Фибоначчи дают нам хорошую общую картину и позволяют определить для себя важные уровни, иногда даже зоны, а не уровни. Итак, друзья, давайте потихонечку будем подводить итоги, на что хотела бы я еще обратить ваше внимание. Уровни Фибоначчи могут давать ложные сигналы, как и любой другой индикатор, поэтому мы сигналы индикаторов никогда не воспринимаем как истину в последней инстанции, но, тем не менее, мы можем вполне использовать их как вспомогательный инструмент для принятия торговых решений в комбинации с фундаментальным анализом обязательно. Будьте грамотными, комбинируйте уровни Фибоначчи с другими уровнями поддержки и сопротивления, локальными, максимумами и минимумами. Об этом мы с вами вот только что говорили. Я сегодня, видите, постаралась сделать такой более наглядный вебинар. Мы очень много времени провели в терминале, именно для того, чтобы не пугать вас какими-то лишними словами, просто показать на практике, как это все работает, и показать, что работает это достаточно легко. Фибоначчи и японские свечи – хороший точный сигнал, поэтому мы всегда посматриваем на то, какие японские свечи, комбинации японских свечей образуются у сильных уровней Фибоначчи. И золотое правило использования уровня Фибоначчи – если один уровень уже отработал один раз, то во второй раз он будет сильнее. Это как раз вот то, что мы с вами наблюдали по паре доллар-рубль. Давайте еще раз верну график и верну сетку. Мы видим, что уровень 38,2 уже три раза сдерживал, и с каждым новым откатом от этого уровня сопротивление вниз, значимость этого уровня для рынка становится все выше и выше. Ну, здесь вот у меня, например, еще был один пример приведен. Это график пары американский доллар-японская иена месячный. Все то же самое, те же самые уровни натянутые. И мы видим, что от отметки 50% на месячном графике мы откатились. Ну и, друзья, напоминаю, пожалуй, еще одно золотое правило при работе с любыми техническими индикаторами. Чем выше таймфрейм, тем значимее уровни. То есть сигналы, которые мы получаем на месячном, на недельном графике, они, безусловно, сильнее, важнее, и на эти уровни нужно обращать внимание в том числе и когда вы принимаете решение на более коротких таймфреймах. Анна спрашивает, какие значимые уровни вниз? Абсолютно все те же самые. Я бы выделила именно вот эти три ключевых уровня 38,2, 50 и 61,8. Именно на них мы обращаем внимание в первую очередь, потому как именно от них часто происходят откаты и коррекции. То же самое, то же самое. 38,2, 50, 61,8. У нас те же самые уровни, просто сетка переворачивается. Видите, когда коррекция идет наверх, то, соответственно, уровни возрастают. 38,2, 50, 61,8. А когда мы строим уровни Фибоначчи вниз, то есть, например, если мы построим вот по этому... А, прошу прощения, что-то я запуталась. То есть, здесь был нисходящий тренд, да? А теперь нам нужно найти что-то восходящее. Ну вот, вернемся к австралийцу. И здесь уровни, соответственно, снижаются. А, простите, экран-то я не подключила. Да, экран я не подключила. Сейчас выведу. Бывает. Да, подключила экран, прошу прощения. Друзья, я говорю о том, что уровни все те же самые, просто переворачивается сетка. Когда у нас был нисходящий тренд, мы отслеживаем коррекцию наверх, у нас, соответственно, коррекция наверх выстраивается. 38,2, 50, 61,8. А когда мы рассматриваем тренд нисходящий, то коррекция, соответственно, у нас идет сверху вниз. 38,2, 50, 61,8. А уровни все абсолютно одни и те же. Ничего не меняется. Да, замечательно. На каждый новый таймфрейм нужно свою сетку Fibonacci устанавливать. Ким, не совсем, потому что, как я вам уже показала, если мы зайдем в настройки... Да, снова сейчас, снова экран подключу. Если мы зайдем в... в настройки терминала, я надеюсь, что вам видно, и сделаем дабл-клик на линию Fibonacci, перейдем в свойства, у нас вот здесь вот в общей панельке инструментов есть кнопка отображения. Если мы нажмем кнопку показывать на всех таймфреймах, то у нас на всех таймфреймах по умолчанию вот эта сетка Fibonacci конкретно, которую мы построили по этому тренду, будет отображаться. То есть, посмотрите, вот это у меня открыт недельный график, это у меня открыт месячный график, просто в меньшем масштабе, но они также показываются. И там, например, на дневном графике оно просто будет крупнее. А если мы в настройках установим, что мы хотим показывать только на недельном, например, то на дневном у нас сетка Fibonacci пропадает, на недельном она есть, а на месячном ее нет. Поэтому, например, на месячном графике мы уже можем построить какую-то совершенно другую сетку, взять более крупный, например, таймфрейм и натянуть его. И также в настройках мы сделаем... Ой. Также в настройках мы сделаем отображение только на месячном графике. В таком случае, посмотрите, это месячный график австралийца. Здесь у нас будет такой вот долгосрочный взгляд на картину. Тренд с 2011 по 2015 год. От него пошел откат. А если мы перейдем на недельный график, здесь уже более мелкая картина. Здесь у нас не показывается вот эта история, у нас показывается другой уже более мелкий тренд. То есть как бы здесь разные сетки у нас построены. Друзья, вот вопросы. Да, давайте мы другие инструменты Фибоначчи перенесем на следующее занятие, потому что темы это достаточно большие, емкие. Вот и веер, да. Если мы с вами зайдем в раздел индикаторы и посмотрим, какие есть инструменты Фибоначчи, то мы здесь в стандартном наборе увидим еще, что помимо линии увидим временные зоны, веер, дуги и расширение Фибоначчи. Вот эти четыре инструмента, они сами по себе достаточно информативные. Я бы предложила их обсудить на одном из следующих занятий. Мы можем специально по ним запланировать занятия, потому что это просто еще один примерно час разговора. Так. Да, вот у Алекса был вопрос про 77 и 78 и 6. Я, честно говоря, не знаю, но предполагаю, что это какая-то одна из разновидностей расчета специализированных. Но я с такими уровнями не работала. То есть я пользуюсь абсолютно классическим уровнем, меня это абсолютно устраивает. Ну и вообще вот в целом, да, вот Ким спрашивает про веер, не будем уходить в детали, но в целом я бы сказала, что чем популярнее инструмент, тем он сильнее. Потому что на эти уровни одновременно смотрит огромное количество людей. И более того, именно на них опираются роботы. Именно линии Фибоначчи, то есть вот то, что мы сегодня с вами обсуждали, сетка, это наиболее популярные инструменты в группе Фибоначчи. Поэтому все-таки вот особенно по началу я бы рекомендовала начинать именно с него. Потом можно добавлять и сравнивать. Веер это похожая история, просто линии у нас разворачиваются веерным образом. Вот, друзья, ну все, у меня на этом, на сегодня все заканчивается. Я благодарю вас за внимание, за терпение. Спасибо вам, что вы так внимательно слушали, не отвлекали. Это действительно очень приятно и ценно. Тренируйтесь, обязательно тренируйтесь. Ставьте терминал и работайте с инструментами. Недостаточно просто послушать, нужно пробовать самим. И тогда вы будете постепенно уже набираться опыта и развивать свою биржевую интуицию. Это действительно очень важно. Спасибо вам большое за внимание, друзья. Спасибо. Я отключаюсь. Если какие-то вопросы ко мне еще дополнительные возникают, вы можете добавиться ко мне в ВКонтакте. Например, наверное, самый удобный способ – Кира Юхтенко. Я там практически одна. Какие-то вопросы можно мне задать. Либо, если какие-то вещи, которые касаются трейдинга, то это уже в поддержку компании Admiral Markets. Все. Отключаюсь и передаю микрофон Роману. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, хорошей недели. И будьте внимательны, берегите свои депозиты. Всем пока. Спасибо большое, Кира, за интересный вебинар. Мы узнали еще немножко больше. И, коллеги, я хотел вам напомнить, что запись этого вебинара вы сможете найти на нашем YouTube-канале. Сейчас я ссылку также приложу в чат, чтобы вы смогли ее сохранить и подписаться на канал. Ну, а следующие вебинары, которые у нас будут запланированы, вы сможете найти в расписании вебинаров. Кстати, вот пока я слушал завершение вебинара Кира, у меня появилась мысль. Давайте соберем ту информацию, которая будет интересна. Сейчас мы как раз находимся в стадии планирования уже следующих вебинаров по различным тематикам. И хотелось бы узнать, что интересно именно вам. Давайте поступим так. Я напишу сейчас свою почту. И попрошу вас написать те темы, которые были бы для вас интересны. Мы выберем наиболее актуальные, то есть посмотрим, какое количество придет. И обязательно примем это во внимание и сделаем уже в следующий раз более подробно по тем как раз запросам, по тем вопросам, которые появляются непосредственно от вас. Потому что все вебинары, которые мы проводим, все информации, которые мы даем, мы делаем это специально для вас. Поэтому напишите, пожалуйста, мне на почту. ваши пожелания, ваши комментарии по вебинарам. И в целом, если у вас возникают вопросы по работе с компанией Admiral Markets, вы также можете мне написать. И я перенаправлю ваш вопрос уже непосредственно вашему персональному менеджеру. Всем спасибо большое от меня. Действительно, был очень интересный вечер. Будем прощаться уже до наших следующих вебинаров. Следите за анонсами на нашем сайте, в социальных сетях, на YouTube-канале. И увидимся уже на наших следующих вебинарах. Всем хорошего вечера и до свидания.